Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я вижу взглянуть Завтись! Вторая группа на полетной Веселенькая история, Макс На переговоры они не идут Заложников отказываются отпускать Так что, готов своих ребят Будем начинать штурм Да Дракон А почему ты его убила? Он злой А какое зло он совершил? Да ведь все-таки дети Давай я с ними поговорю Они четырех патрульных убили Ни с кем говорить не будут Просто мне кажется Что прежде чем убивать Нужно разобраться Снайвер на полиции Это держи, командир Макс, я бы этого не делал Васильич Твою мать Ну ладно, давай Давай попробуем У вас дети есть? Нет Пока нет Внимание всем Тихо! Я сказал заткнись, тварь В сторону давай Давай снимай Раскули А ну-ка, котка прижать Я сказал быстро А ну-ка, котка прижать Что ты перешли? Раскрости Камеру бери Настя 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 А помнишь В Гарри Поттере была Лакса Миртл Жила в туалете И была почти невидимой Я бы тоже хотела быть невидимой Но если чего-то очень-очень-очень Не сильно захотеть, то обязательно сбудется Точно? Ты так и не сказала, кого там нарисовала Это... Это отчим? Объекту двери Объекту двери Почти все в жизни можно изменить Я это точно знаю Цель вижу, могу работать Цель вижу, работаю по команде Цель вижу, работаю по команде Цель вижу, работаю по команде Тежке Ужджай Цель compliance Тежка Цель Цель Пошли! Пошли, пошли! Пошли! Весело. Все дети живы, никто не пострадал. Простите, что, вот телефон. Спасибо. Алло. Макс, блин, ну ты в своем уме? Где тебя носят? Меня твоя работа уже достала. Ты жениться вообще собираешься? Мы же платье сегодня меряем. Нет, Люба, это не Макс. Это Васильевич. С Максом все в порядке? С Максом все нормально, не волнуйся. Травматический шок. Ничего страшного, поверь мне. Я вот о чем хочу тебя попросить. Я его отправлю в отпуск недельки на три. Обязание присмотри. Хорошо. Конечно, конечно, хорошо. Люба, работа у нас опасная. А он, как тебе сказать, смерти перестал бояться. Понимаешь? Да помолчите вы! Понимаешь, может ему профессию сменить. Ты психолог, ты с ним поговори. Лады? Да. Да, конечно. Ну, как ты, Макс? Ничего, живой. Ну, ничего. Держись, потом поговорим. Нормально. Живу будем, не помрем. Петр Васильевич! А, пропусти его. Иди сюда. Привет. Здорово, Сань. Ну, как дела, как служба? Да сам видишь. Слушай, ну, отлично сработали. Бывало и лучше. А ты как? Понятно. Сань, я в эту историю со взяткой никогда не верил. Не верил и не поверю. Ясное дело, подстава. Мне очень жаль, что тебя уволили со службы. Чем могу помочь, журналюги? Эксклюзивчик дашь? Ну, конечно, поговорим. Эдик! Эдик! Давай сюда быстрее. Пять минут. Всего. Заметано. Давай. Здорово, спецназ! Привет, Леха. Комбат, слышишь, подалицом вниз. Маски-шоу приехали. Привет. Здравствуй, Любашенька. Привет. Привет. Ну, чё, когда уже свадьба, а? А то мы тут на днях сколько, 10 гранат нашли? 13. О, мы вам такой фейерверк забабахаем. Слышь, партизана, вы бы осторожнее с оружием были бы. Так, это, пошли позавтракайте с нами. Ой. Нет, спасибо. Спасибо. Нет, нет, спасибо. Ну, чё такое? Нормальная каша. Нормальная. Твоей кашей гвозди забивать надо. Хорош трещать в костыль, давай. Ты смотри, раскомандовался он. А вот наша лодка чужая. Ничего, за бугор на ней не уйдёшь. Значит, бугор на ней не потянет. Покатаемся вернем. Я тебя прям боюсь. А то страшный и злой. А чья лодка-то? Да какая разница? Ой. Отдать швартовый. О, ничего не изменилось. Как в детстве мужики здесь ставились эти, так и ставят. Клянись. Клянусь. Перед лицом этой рыбы. Перед лицом этой рыбы. Всегда меня любить. Всегда тебя любить? Так, рыбу прекрати мучить, отпускай её уже. Ты это сказал при свидетелях. Отпускай рыбу, всё, отпусти. Так, теперь, Максим, давай поговорим серьёзно, без свидетелей. Ты подумал? О чём? Я серьёзно о смене работы, что ты поменяешь работу. Я думаю. Макс, мы с тобой уже тысячу раз об этом говорили. Пирожки. Слушай, бабушка ж готовит пирожки, а я и забыл. Макс, при чём взять бабушкины пирожки? Я приготовила уже. Я тебе сейчас, я тебе… BB llegал. Пирожки. Два черния… Пирожки. Чра. КОНЕЦ КОНЕЦ Она очень красивая. КОНЕЦ 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 Максимушка, всё-всё, кончай работу. Еда на столе. Быстренько-быстренько. Сейчас-сейчас, бабуля. Остынет всё. Сейчас-сейчас. Сейчас иду. Максим! – Бог в помощь! – О, спасибо, Фёдор. Не напрягайся, парень. Тебе же ещё отлежаться надо. Да отлежался уже две недели. В госпитале думал, выть начну. От скуки. Вот, форму набираю. Тут новость прошла. Говорят, что тебя к ордену представили. А, это насчёт того, что с меня причитается? Дайте вопрос. Жди на чай. А ты не пугай, заходи. Заодно и невесту свою покажешь. А то тут про неё вся деревня кудахтает. Давай. Хорошо, зайдём. Как вкусно пахнет. Старалась. – Кушай, милая, кушай. – Спасибо. Спасибо. Это ж надо. Окружка на завтрак. Давай, давай, наедайся. Герой ты мой. – Прямо обидеть. – Спасибо. Тебя тоже. Большинство ведущих-экономистов считают, что сегодня нет реального повода, говорить о втором обне большого обвала и нового кризиса не будет. Таково мнение наших экспертов. Мы переходим в группы и криминальные новости. Сегодня закончилось очередное заседание суда по делу известного бизнесмена Фанайлова. Как и в прошлый раз, с Фанайлова были сняты все обвинения в связи с отсутствием свидетелей по делу. Надёжный источник из правоохранительных органов сообщил, что один из свидетелей сегодня не явился на заседание суда, а второй по-прежнему находится в больнице. Администрация наша решила полиграфический комбинат ставить. Ну, народ закудахтал. Так они, чтобы хорошими казаться, надумали храм восстановить. Меня пригласили фрески править. Денег, говорят, у нас нет. Так мы тебе, говорят, дров дадим. Ну, чё? Будем делать. Нельзя. Мы же дорога. А, ну, как скажешь. А семья как у неё? Да нет никого. А занимается чем? Психолог. Умная – страшно. Умная – это не грех. Я в людях толк знаю. Хорошая она у тебя. Береги её. Спасибо. Любаш, а чё ты там задумалась? Ну, вы ж на женщину внимания не обращаете. Обижаете. Женщина у нас в почёте. Разрешите? Простите. Ну что, Фёдор, поедем. Спасибо тебе за всё. Заходи ещё. До свидания. Очень приятно было познакомиться. Спасибо. Всего хорошего. Люба! Ау! Держи. Ой-ой-ой. Знаю, что целоваться не любишь, но уважен. Спасибо. Поехали мы. Спасибо вам за всё. Береги его. Береги. Ну, конечно. С Богом. Устал? Хочешь, я поведу. Да нет, всё в порядке. Бабушка твоя как на войну нас собрала. Когда мы всё это будем есть? Я с собой завтра на работу возьму. Макс, ты что? Ты опять собираешься на эту работу выходить? Любаша, давай не будем. Мне кажется, что мы с тобой обо всём договорились уже. Любаша, мне Фёдор смешную историю рассказал. Подожди. Подожди со своими смешными историями. Ты, ты скажи, мы, мы договорились, что мы женимся, рожаем детишек и живём прекрасной, счастливой семьёй. Так? Ну? Ты что, не понимаешь, что я каждый раз отправляю тебя на эту работу? Я, я боюсь. Мне страшно. Человек не может постоянно жить в страхе. Я не могу постоянно жить в страхе. Ты это понимаешь? А то, что преступность растёт, как грибы, тебе это не страшно? То, что наши дети будут выходить на улицу и бояться, это не страшно? Это для вас убивать уже стало естественным, но для нормального человека это неестественно. Ты черствеешь с каждым днём, твоя душа черствеет и… Люба, запомни, добро должно быть с кулаками, иначе всему конец. Макс, он живой! Живой! Аптечку, быстро! Помогите. Они убьют меня. Чё, живой ещё? Да живой. В больницу срочно надо. В больницу? Конечно, в больницу. А нам как раз по пути в больницу. Точно. Давай, грузи его. Чё, добегался? Тяжёлый козлиц. Ты бы ехал отсюда, мужик. Малый. Чё? Мы тут сами всё уладим. Клёнку возьми в машине, чтоб салон не испачкался. Давай. Руки держи. Да ты лежи. Сейчас мы тебе первую медицинскую помощь устроим. От судьбы не уйдёшь. Спринтер. Я сказал, сел в машину и дёрнул отсюда. Макс, поехали. Любашка, сядь в машину и закройся. Макс, я прошу тебя, поехали отсюда. Быстро в машину! А может, всё-таки в больничку, а? Ну, какой же ты дятел тупой. А ведь могли бы и договориться. Трост! Стоять! Ну, что? Стоять! Ну, что? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что ты за человек под горлом? Что ты всё под этого Фанайлова копаешь? Писать тебе, что ли, больше нечем? Вон на днях, сынок депутата, на своём бентли в пивной ларёк влетел. Вот о нём и пиши. Миша, Панылов не просто бизнесмен. Он управляет криминальными синдикатами. А это убийство, помогательство, рейдерские захваты. Да знаю, знаю. Тогда что же вы ничего не делаете? Да мы уже дважды возбуждали уголовное дело. Все рассыпалось. Почему? Свидетелей нет. А нет свидетелей, нет обвинения. Два дня назад ещё один свидетель пропал. Как пропал? А вот так, взял и исчез. Дал подписку о невыезде и исчез. Миша, мне это очень нужно. Селиванов — реальный свидетель. Его запугали. Секундочку, вы куда? Прокуратура, следователь Русаковский. А это со мной. Он весь свой бизнес передал Фанайлову. А это уже кое-что. Ладно, расслабься, получишь ты своего свидетеля. Я к нему охрану приставил, куда он денется. Еще раз, как ваша фамилия? Ставицкая. А ваша? Пронина. Ставицкая. Курить надо бросать, к Селиванову. В какой палате, Селиванов? Так умер Селиванов. Пять минут назад. Что значит умер? Он же на поправку шел. Где доктор? Семен Петрович, а здесь из милиции. Остановитесь. Следователь Русаковский, что произошло? Анафилактический шок. Мы и сами ничего не понимаем. Аллергии не было. Спал спокойно, чувствовал себя хорошо вот утром после обхода и… Сержант. Все по инструкции. Доступ только медперсоналу. А точнее? Ну, вот она заходила с баночками какими-то. Я вообще-то здесь работаю, между прочим. Ну, доктор еще. Этот? Нет, другой. Лысый, худой. Вы извините, я вас перебиваю, но доктор здесь я. Я вижу. Видите, вот, не худой и еще не лысый. Ну? Ну. Но здесь других быть не могло. Я никого не видела. Значит так, тело назад в палату, ничего там не трогать. До приезда следственной группы никого сюда не впускать. Ясно? Товарищ полковник, я… А ты, сынок, давай составляй словесный портрет доктора. Думай, думай. Есть. Так, Юлечка, иди в девятую. Черт, что ж за день сегодня такой? Понял, еду. Что случилось? А это уже, Саша, не для прессы. Миш, я с тобой, ладно? Нет. Ну, будь человеком. Даже не проси. Слушай, ну, что тебе стоит? Ну, хочешь, я на коленицу? Да не надо на коленицу. Ты такой же настольный, как твой отец. Юлечка, два кубика гидрокортизона. Угу. Добро должно быть с кулаками. Саша! Добро. КОНЕЦ Не видел я ничего. Вот путевой лист. Я в два часа только выехал из Котовинска. Вот. Привет. Ну, что там у нас? Привет. В общем, трое потерпевших, два трупа. Один из убитых наш, спецназовец, старший лейтенант Максим Балашов. У него открытый перелом в районе бедра, черепно-мозговая, ссадины, ушибы. В общем, он с кем-то дрался, и его сбила машина, но умер от обнестрела. Три пулевых стряли в упор из Стечкина. Три гильзы на месте. Тут его командир приезжал. Такой кипиш навел вообще. Сказал, что если мы убийц не найдем, он здание прокуратуры со своими ребятами штурмом возьмет. Ясно. Что по второму? Из-за второго и звонили. Пробили по базе. Твой клиент. Истомин Юрий Палыч, дважды судим, находился под подпиской о невыезде. Проходил свидетелем по твоему делу. Исходил у Фанайлова? Да, Фанайлова, Фанайлова. Так что второе? Его тоже сбила машина? Сбила, но умер от многочисленных ножевых. А где женщина? Ах, да. Какая женщина? Ее увезли. Она в больнице, в Первой городской. Допрашивают бесполезно в коме. Тяжелая черепно-мозговая. Разберемся. Через час бумаги, чтоб были у меня на столе. Поехали. Я же тебе говорил, что этот Фанайлов монстр. Ни одного свидетеля. Ты мне лучше скажи, вот как ты думаешь? Зачем труп свидетеля бросать под машину спецназовца? Имитация ДТП. Допустим? А зачем парня убивать? Бред какой-то. А ты про дорожные аферы не слышал? Слышал, слышал. Только у такого монстра, как Фанайлов, киллеры не пацанва какая-то. Такой чепухой заниматься не будут. Извини, Саш, но твоя версия с Фанайловой, мягко говоря, сомнительная. Еще общий план в больнице. Так помрачнее. Миш, сто рублей дай. Только до пятницы. Ой, не жмись ты, Юлечка. Это вам и это вам. Спасибо большое. Сергей Иванович, привет. Крупнова, ты какого хрена тут делаешь? Ты посмотри, как умер тесен. Мишань, это наш известный Подгорнов. Я уже понял. Борец за справедливость. А ну, ты что? Ты хоть соображаешь своей дурной башкой и думаешь, что делаешь? На ее глазах человека убили. Она же свидетель. А ну, дай сюда кассету. Ты что резкий-то такой? Выпей воды, Подгорнов, остынь. Кассету ему отдай. Афонарел совсем? Крупнова, если бы ты была мужиком, ухврезал я тебе. За взятку чуть не сел. Так, хочешь, за избиение? Приятно было повидаться. Иди ты, пойдем. Я ему сам. Не лезь на рожон, еще раз врежусь. Ты и так после следствия. Скотт! Тебе очередной геморрой ни к чему. Давай, давай, иди. Эй, а вы… Прокуратура. С вами я потом разберусь. Здравствуйте. Я следователь Русаковской. Скажите, вы можете отвечать на мои вопросы? Ну, вот. Тогда постарайтесь вспомнить, как все произошло. Ну, сколько было нападавших, их приметы. На какой машине они приехали? Может, вы сможете описать тому, кто стрелял? Постарайтесь вспомнить хоть что-нибудь. Черт. Прошу прощения. Пожалуйста, покиньте палату. При всем уважении к следственным органам. Скажите, когда я могу поговорить с потерпевшей? Ну, вы же видите ее состояние. Сейчас точно нет. Ладно, командир, пошли. В другой раз. Простарайтесь. Руки убрал! Руки убери от меня, пыча! Что-то вид у тебя уж больно загадочный. У меня небольшая проблема. А когда их у тебя не было? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Зачем? 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 Зачем вы убили мента? Папа, ментов убивать нельзя! С меня и так уже прокуратура не слазит. Папа, если меня закроют, я всех сдам. Я один тащить не буду. Ты! 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 Щелок! Куда делят тачку? Моя в ремонте, бампер меняют. В гараже у малого. Какой бампер? Какой гараж? Тачку за город сжечь, ствол сбросить. Ты понял? Понял. Я слышу! Понял. Спасательные команды работают круглосуточно, разбирая завалы. А мы вновь переходим к рубрике «Криминальные новости». И у нас в эфире спецрепортаж Марии Крупновой о самых горячих событиях сегодняшнего дня. Мы ведем репортаж из 1-й городской больницы, куда была доставлена жертва жестокого бандитского нападения, психолог Любовь Кленская. По словам врачей, пациентка находится в критическом состоянии. По делу ведется следствие. Поступили сведения, что количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции... Да, Геннадий Леонидович. У меня есть тяжелый пациент. Нужна твоя помощь. Хорошо, сейчас будем. Субтитры создавал DimaTorzok Не надо, не надо, ну зачем же, зачем же. Все, 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 все. Надо жить, 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 жить. Жить, жить. Юля, где ты ходишь? Я уже на месте. Субтитры создавал DimaTorzok Что надо? Командир, открой, но дело срочно. Все дела с утра, расписание читал? Ночью не положено. Открой же ты этого человека опасно! Да иди ты отсюда! Я не буду есть, пока вы не скажете, кто вы и чего от меня хотите. Я не всякое! КОНЕЦ 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 Таблетки. Ну вот, хорошая девочка. А теперь обратно, в короткую. Бегом. КОНЕЦ КОНЕЦ Есть кто? КОНЕЦ КОНЕЦ АЦИ КОНЕЦ Ой, девчонки! Что случилось? Остановка сердца. Такое иногда бывает. Простите, а вы кто? Я. Один из следователей. По делу Любови Клинской. А, Клинская. Да. Клинская пошла на поправку. А? Мы ее перевели на первый этаж палаты реабилитации. Только знаете, у нее больше всего душа пострадала, а это… А? 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы бы на кресло присели? Нет, спасибо. Ау. Смена караула. Русаковский прислал? Ну да. Отлично. Только на этот раз никого. Так точно. Сделаем. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт. Что за безобразие? Юленька, аварийное священие включите. Да, Семен Петрович. Семен Петрович. Семен Петрович. Сюда нельзя. Стоять! Семен Петрович. Пожалуйста, не кричите. Не бойтесь, я вам сейчас все объясню. Хорошо? Я вас помню. Вы приходили со следователем. Вы в опасности. Я просто хочу вам помочь. Зачем? Чтобы помочь найти убийцу вашего мужа. И вас спасти. Мне ничего не надо. Не надо ничего. Подождите. Не говорите так. У вас все еще будет хорошо. У вас вся жизнь впереди. У вас родится ребенок. Вы будете счастливы. Поверьте мне. Реб… Ребенок? А. Разве он вам врач не сказал? Вы беременны? Иди сюда. Тихо. 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 Пожалуйста, не кричите. Не бойтесь, я вам сейчас все объясню. Хорошо? Я вас помню, вы приходили со следователем. Вы в опасности опросили. Я просто хочу вам помочь. Зачем? Чтобы помочь найти убийцу вашего мужа и вас спасти. Мне, мне ничего не надо, не надо ничего. Подождите, не говорите так. У вас все еще будет хорошо, у вас вся жизнь впереди. У вас родится ребенок, вы будете счастливы, поверьте мне. Ребенок? Разве он вам врач не сказал? Вы беременны? Тихо-тихо-тихо-тихо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Любовь и Максим, в это прекрасное утро вы объявляетесь мужем и женой, обменяйтесь кольцами. Субтитры делал DimaTorzok Подожди со своими смешными историями. Ты скажи, мы договорились, что мы женимся, рожаем детишек, живем прекрасной, счастливой семьей. Так? Ну? Ты что, не понимаешь, что я каждый раз отправляю тебя на эту работу? Я боюсь, мне страшно, человек не может постоянно жить в страхе. Я не могу постоянно жить в страхе. Ты это понимаешь? Я не могу постоянно жить в страхе. Реально люди бараны. Придумали железо тягать, как лошади какие-то. Смотреть тошно. Не нравится мне расклад с этой тёлкой. Стрёмно всё как-то. Расслабься ты. Нормально. Папик всё разрулит. Своей головой надо думать. Так а ты подумай. Ты ж наследник. Лошадь заговорила. Ты прикинь, сколько бабосы на тебя свалится, когда папика не станет, а? Ну вот, а я тебе помогу. Помощник. Это кто тебя надоужил? Просто. Здесь я всё решаю. Посмотрите. С какой бессильной злобой умирают враги? Никола Маккиавелли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Еще молимся о упокоении души Усопшего раба Божия, Новоприставленного Максима. И еже проститеся ему Всякому прегрешению, Вольному же и невольному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Поплачь, девочка, поплачь. То, что вы рассказали, этого очень мало. Нужны какие-нибудь детали, подробности, точные описания. К сожалению, в вашей машине, кроме ваших отпечатков, ничего не найдено. Дальнобойщик, который спугнул преступника. А, вы знаете, у одного вот здесь была татуировка. Сможете описать? Я не знаю, было очень темно. Ясно. Даже не знаю, что их сказать. Скажите, вы их найдете? Мы делаем все возможное. Преступник, который приходил к вам в больницу, уже объявлен в розыск. Мы можем, конечно, предложить вам охрану, но... Мой вам совет, лучше уезжайте отсюда на время. Куда-нибудь, так будет лучше. Я поняла. Ясно. Я пойду. Любовь Евгеньевна, подождите. Вот вам моя визитка. Вдруг что-нибудь вспомните, звоните. А ты здесь каким ветром? Ты что, следишь за ней? Слежу. Только я не могу за ней следить круглосуточно. Ты теряешь одного свидетеля за другим. Если ты не дашь ей охрану, ее убьют. Миша, это неоспоримый факт. Русаковский, задумайся. Помимо твоей служебной карьеры, еще существует карма, которая у тебя заметно портится. Дай моей карме дожить до пенсии. Что тебе от меня надо? Круглосуточной охраны для свидетеля. Слушай, не делай кислое лицо. Это в твоей прямой компетенции. У меня дел по горло. Понял? В рамках программы по защите свидетелей. Да нет у меня людей. У меня каждый человек на вес золота. Слушай, если ты не дашь ей охрану, я про тебя такой репортаж сделаю, что у прокуратуры соберется весь союз по правам человека. Это не Фанайлов монстр, а ты. Да, Миша, да. Корма у меня портится. Типун тебе на язык. Что с бабой? Женщиной. Про нее забудь. Пошла на поправку. Ее доктор лечит два-три дня и вылечит. Что-то еще? Папа, мне очень нужны деньги. Дай мне работу. Про китайский снежок слыхал? Это типа что-то героина, но только убойней. Говорят, чуть дозу увеличишь. И все, ты труп. Типа героина. Это синтетический наркотик. В тысячу раз сильнее героина. Так. У меня прямой канал. Разбросаешь по городу партию, через неделю получи еще. Справишься? Конечно, справлюсь. У этой дурью привыкание с первой дозы. Через месяц весь город будет мой. Целый город убитых тарчков. Целый город. Значит, генофонд великой страны тебя совсем не волнует. В какой стране ты говоришь, папа? Ладно, иди уже. Иди. Жди звонка. Тоска какая. Любашка, а где моя рубашка? Любашка, а где моя рубашка? Да, сейчас. Макс. Открывай, милая. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед… Ой, мы сами идем. Так, где пропадаем? На телефоны не отвечаешь, сама не звонишь. Куда подевалась? Свадьба испугалась. Ну ничего, это в первый раз у всех бывает. Гонорарчик давай. Привидение. Спасибо. Бери. Чё, даже платье смотреть не будешь? Или свадьбу отменила? В следующий раз попрошу предоплату. А то ищи вас потом, братчующихся. Максику привет от меня. Микки. Бери. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Улицу. Мне с товарищем побеседовать нужно. Саня, вызывай на ряд, поднимайся в квартиру. Клиент готов к разговору. Да, да, Павловская, одиннадцать. Я. С вами все в порядке. Подождите меня в автомашине. Вон вы. Ничего не бойтесь. Ох ты, блин. Петрович, ты как, ранен? Сань, беда. Пошевелиться не могу. Хотел ему наручники накинуть, а он какую-то дрянь в меня сунул. Все тело занемело. Ты его догонял, далеко не могу идти, я ему ногу прострелил. Ты терпи. Терпи, Петрович, я тебя сейчас скорую вызову, отвезут тебя домой будешь. Будешь внуков нянчить. Терпи, 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 терпи. Что творишь? Что? Тихо! 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 Ты уверена? Работа — единственное лекарство, запомни. Сядь. Ну сядь, поговорим. Ты же детский психолог, профессионал. Сама должна понимать, только работа тебя спасёт. Я должна уехать. Зачем? Да продолжай ты работать. Детям помогай. Послушайте, я себе помочь не могу. О каких детях может идти речь? Ладно. Если надумаешь, есть у меня для тебя работа. И видеть никого не будешь, и с людьми сможешь общаться. Теперь ты убедился, что все эти смерти дел рук Фанайлоу? Он кукловод, а его куклы исполняют приказания. Ну, а что я могу сделать? Ты же сам всё видишь. Миша. Подожди, не перебивай. С одним согласен, что простой смертный киллера такого уровня не потянет. Так что это явно кто-то из богатых. Да это не кто-то, а он. Ну и что? Прикажешь бежать к прокурору и требовать ордер на арест? Только потому, что ты так думаешь. У меня же нет ничего. Ничего. Миша, ты же сам мне сказал, что при первом разговоре с ней она приблизительно описала трёх парней, которые убили Макса. Вот именно, приблизительно. И под это описание приблизительно подходит сынок Фанайлова. Чем тебе не версия? Разрабатывай. Да бред это не версия. Под это описание приблизительно подходит половина города. Она тебе ещё что-нибудь рассказывала? Да что она может рассказать? Она же ничего не помнит. Ну, может быть, хоть что-то. Да, Гаврила вроде бы у одного, ну, татуировка на шее. А с чего ж ты молчал? А что? А то, что у сынка Фанайлова тоже татуировка на шее. Она её описала? Нет, говорит, что не помнит. Нужно задерживать Фанайлова со своей компанией. И Люба, возможно, их опознает. Всё, всё просто. А за что мне его задерживать? За что? За незаконное ношение татуировки. У меня, кстати, есть сведения, что последнюю неделю Фанайлов младший ездит на новенькой машине. Ну, знаю, на шикарной машине. А куда он дел старого? Понятия не имею. Слишком много совпадений, Миша. Совпадения, Саша, совпадения, а не факты. Именно поэтому они и называются совпадения. Давай с тобой зайдем в одно место. Ты с ума сошёл. Мне в прокуратуру надо. Ничего, на одну минуту. В прокуратуру успеешь. Ладно, чёрт с тобой, давай. Но только на одну минуту. Давай на набережную. Здорово. Здорово. Чё, нормально всё? Да-да, всё ништяк. Пошли. Деньги принёс. А то. Эй, ты чё пересчитываешь? А чё? Ты мне не доверяешь чё-то? Давай иди отсюда. Иди-иди, всё нормально там. Валим, пацаны. Привет. Привет. Убойное дело. Кто вчера ночью грохнул к часовщика? На углу. Да вы чё? Какой нахер часовщик? Я до утра в ночнике парился. Ну-ка, подержи. Смотри, это дедушка Макаров. Он старенький, но яйца отстреливает на раз. Кто мог убить часовщика? Да вы чё-то попутали. Отвечаю-то не я. Я отвечаю, не я. А кто мог? Да кто, кто угодно мог, но не я, ну. Санчо. Санчо мог со своими пацанами, а он кого угодно бы угробил. Санчо? Да, но отвечаю, не я. Хорошо. Славодин? Эй, а… Вопросы есть? Я не понял. Что, часовщика грохнули? Грохнут Миша. Если ты не займёшься с сыном Фанеллова. Ты ж бросаешь курить. С такой работой бросишь. Любовь Аркадьевна, а я хотела вам ещё кое-что рассказать по секрету. Вы же выслушайте меня. Настюша, слушай, ты, ты иди к Зинаиде Марковне, она тебя там ждёт. Поговори с ней. Но вы же не бросите меня. А давай мы с тобой вечером по мороженому съедим. Ты скажи маме, что я зайду, хорошо? Угу, хорошо. Ну ладно, иди. Угу. На вокзал можно побыстрее? Угу. Где мы? Я же просила на вокзал. А так короче. Машину остановите, пожалуйста. Чего ты нервничаешь? Ты не скажи такую красавицу, кто тебя одну... Остановите машину. А может быть, всё-таки погадаемся? Кто тебя дома ждёт? А? А вот это вот такой разговор. Я тут сразу понял, что ты девушка сговорчивая. Дёрнешься, и я тебе твоё хозяйство всё проткну. Понял? Убери. Убери его от меня. Вот она. Откуда вы только берётесь, а? Кто вас таких ублюдков рожает? Почему вас, как тараканов, сразу не давят? Больно! Не дёргайся, я сказала. Открой дверь и уходи. Уходи. Дура! Загнанных лошадей пристреливают. Слыхал? Что-то случилось? Ты плохо выглядишь? Её нет в городе. Это плохо. Может, мне поменять исполнителя? Мне нужно машина и время. Машина не проблема. А времени у тебя нет. Если менты арестуют моего сына, и она его опознает, мне придётся убирать также и его. А тебе когда-нибудь приходилось убивать собственного сына? Да. Я закончу заказ. У тебя три дня. Потом наш контракт будет разорван. Можешь идти. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Пал Борисович, уберите это. Он уволен. Понял. Здравствуй, Лёша. Здравствуй. Как-то несправедливо это всё. Не надо ничего говорить, Лёша. Ты собираешься, что ли? Уезжаешь? Да, у нас тут тоже всё. Комбат с двумя ножевыми в больнице лежит. Приехали какие-то из города отморозки. Понадобилось им вот это всё, вот, наше. Хорошо, мужики какие-то проходили. Случайно. Это сувенир. Баёк сточенный. У тебя всё только сувениры. Настоящие-то есть что-нибудь? Конечно. Красавец. Такие до 1950-го выпускали. Состояние, конечно, у него идеальное. Да. Барабан семейзарядный. В наше время, конечно, заряжать не очень удобно, но вещь практичная. Как говорится, семечки плюёт, аж корлупки не разбрасывает. Это как? Ну, это вот в современном оружии, да? После выстрела гильза, она вылетает. А этот гильзу в барабане оставляет. Вот так. Бах. А улик нет. Ну, тебе это ни к чему. Лёш, продай, а. Лёш, продай. Тебя зачем? Нет, Люб, ты чего? Да забери ты свои деньги. Деньги забери, Люб. Тут патроны, но могли отсыреть. Если что, новое возьмёшь. Стрелять-то умеешь? Надо будет, научишься. КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лёва, заходи. Чего маюсь? Чего маюсь? Отец говорил, ни государство, ни народ тебя не защитят, не обогреют. На себя только надейся. Я тогда не понял, к чему это он. Но вот когда Господь Бог Ирину с Аленой прибрал, вот тогда понял. Давай. Помянем, не чокаясь. А что с ними случилось? В городе пьяный на джипе, а они на велосипеде катались. Он их смял, как бумагу. Оказался начальником. В общем, дело замяли. Ты… Да ладно. Рассказывай, чего приехала. Не истории ж мои слушать. Да. Зачем это тебе? Ты это, если что, у тебя там на уме, ты говори. И себя, и за мрази всякой не губи. Я уже губленная. Нет. Жить захочется. Немножко подождешь — и захочется. Научите пользоваться. Нет, нет. Смотри, держишь двумя руками. Вот. Руки прямые. Вдох. Ноги пошире. И вес тела равномерно распредели на обе ноги. Давай. А-а-а… А-а-а… Получилось. Ты надолго к нам приехала? Я пока не знаю. Спасибо. Давай, давай, давай. Танцуем. Малый, держись. Давай. А ну, цыпочки, подвиньтесь. Дай бабкам подмещать. Ты понял? Я как с цехом. Там народ собрался. Очередь выстроилась. Хлеба требуют и зрелищ. Пойдем. Пока, куколка. Малый! Живи, скай! Погнали. Привет. Здорово. Здорово. А тёлки хорошие. Здорово. Что, принесли? Давай. Тут это, половина. Ну-ка дай. Какая половина? Рыжий. Ты же должен. Помню я. Я отдам. Честное слово, отдам. Я просто через неделю отдам. У меня за баблом туго. Короче, слушай. Срок неделя. Семь дней, Рыжий. Потом счетчик, потом порежу. Понял? Понял. Серьезно, я отдам. Рыжий. Ты должен. Значит так, правила те же. Если менты берут с весом на кармане, все в отказ. Кто ментам сдаст, найду и убью. Я знаю. Сегодня был, а завтра всплыву. Слышь, Санчо, там менты насчет вас пробивали. Ну и чё пробивали? Ну, там разное спрашивали. Моя могила. Так что, мне бы скидку на товар. Скидки не будет. А чё не будет? Они реально прессуют, я нем как рыба. Чё не будет? Чё? Я сказал, скидки не будет. Понятно. Тогда я в отказ. Ещё вопросы есть? Нет. Всё, расход. Слышь, Санчо, деньги верни. Здрасте. Выпиши ему денюжку. Ща. Конечно, денюжки. Этот, этот. Какой твой, а? Не задерживаем очередь. Вот чё, пацаны. Ты клях. Кто много говорит. Тот часто терпит неудачу. Это этот, ээээ, Макеавели... Нет, нет, нет. Этот, узкоглазый. Дрос... Лао Цзэ. Попресс. Лао Цзэ. А-а-а! Поехали! С ветерочком! Люська задолбала уже! Кладовку покрась, покрась! Ох, достало уже всё! Да-да… Ну, давай! Я тебе так скажу! Нет правды на свете! Мы сами все правдами! Вот точно! А, тут, ну, твоя малая шарится, смотри, чё ты? Настя! Настяка! Иди сюда! Иди к папке! Хорошенькая она у тебя! А то! Это мне не папа! Может, мы её… Сюда иди, я сказал! Да! И чем это я хуже папки тебе, а? Если бы мой папа был жив! Пей! Ты чё, брезгуешь? Как со своими сопляками в подворотне всякую брду пить? А я, между прочим, тебя с хорошим человеком хочу познакомить! Ну, так! Он нас в гости к себе зовёт! Хочешь, я тебе конфет куплю? Я не хочу! А ну, сеть! Пей давай, я сказал! Нет! Нет, я не хочу! Стоять! Ну, всё, сонка, да играй! Стоять! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настя! Настя, подожди! Любовь Аркадьевна. Настенька, ты почему не дома так поздно, а? Что это? Это кто сделал? Это отчим? Я должна вам кое-что рассказать. Он говорит, что я уже взросла, и... Только вы никому не рассказывайте. Ну, тихо, тихо. Настя! Настенька! А что ж ты от нас убежала, а? Мы тебя ищем, ищем. Мы же обещали дяде Паше в гости пойти. Пойдем? Нет, я боюсь, я не пойду. Не бойся. А если я не пойду, мама убьет, а у нее маленький будет. Идем, а? Она... Она с вами никуда не пойдет. А ты кто такая, а? Не, ну ты видал, а? Да ну иди сюда! Иди сюда! Да иди, не дергайся! Стоять! Че? Руки от ребенка убери! Ой, 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 какие мы смелые! Настя, беги! Ни матери, ни подружкам ни слова, понятно? Ты чем пугаешь, а? Ты же не выстрелишь, ты же баба! Стоять! О, ха! О, ха! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Зинаида Марковна, простите, что так поздно. Это Люба. Да. У тебя все нормально? Да. Вы про работу говорили. Я… Я готова. Вот и молодец. Когда ты можешь приступить? Все равно, когда. Хоть… Хоть сейчас. Тогда езжай прямо сейчас на Курнатовского, 18, а я туда позвоню. Хорошо. Хорошо. Ты всегда была умница. Да. Да. До свидания. Ну, запомните, что безвыходных ситуаций не бывает. Даже если вас съели, есть два выхода. Так что грудь морковка и хвост пистолетом. Доброй ночи. Я от Зинаиды Марковны. Люба, заходи. Да. Все будет хорошо. Держите себя в руках. Если возникнут вопросы, звоните. До свидания. Я Инна. Очень приятно. Молодец, что пришла пораньше. Я наконец-то высплюсь. Устала, как собака. Так. С чего начнем? Мы с тобой городская служба психологической помощи. Работаем днем и ночью. Ну, по сменам, конечно. Значит, вот тетрадь. Сюда особо опасных, суицидных, террористов, угрожающих, фиксируй обязательно. Остальное можно так. Значит, курим мы снаружи. У тебя зажигалки нет? А. Вот. Расходятся они где-то к часу, к двум. В смысле расходятся? Ну, основная масса звонков приходится на ночное время. Так что, особо выспаться не надейся. Сначала будут грузить очень. Сложно будет. Ну, ничего, привыкнешь. Вот. Даже любимчики появятся. Любимчики? Ну да. Те, которые звонят постоянно. Подружки такие. Главное, к сердцу близко ничего не принимай. И ничего не бойся. Ну, я пошла. Удачи. Да, и смотри, не засни. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Служба психологической помощи. Говорите. Здравствуйте. У меня погиб муж. Его убили. А следствие тянется уже два года. Это несправедливо. Я не хочу так. Я вообще не хочу жить. Понимаете? А-а-а-а. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Субтитры делал DimaTorzok Привет, сын. Ну, как дела? Да всю ночь на ногах. Давай конкретнее. Чего там в клубе? В клубе тишина. Ни трупов, ни следов крови. Ну, правда, вон эксперты что-то нарыли, но результатов пока нет. Ну, а здесь чего? Ну, а здесь чего, видишь? Два трупа, два выстрела. Идеальные по точности. По характеру выстрелов это был профессионал. Да, и у одного из убитых обнаружили охотничий нож, но воспользоваться им он уже не успел. Михалыч, где ты ходишь? Сань, давай, Русаковскому привет. Все, спасибо тебе большое. Михалыч, вновь. Ай! Сань, тебе что, делать больше нечего, да? Кстати, ты где пропадал? Давненько не видел тебя. Ну, дела. Дела. Влюбился, небось? Начинается. Да ладно. Явно влюбился. Ты, Сань, вместо того, чтоб по подворотням здесь лазить, кстати, выспался бы лучше хорошо. Я бы на твоем месте с утками спал, бро. С утками? Да. А я бы на твоем месте с женой спал. В отличие от некоторых, я сплю с женой. А вот если б ты женился, тогда совсем... Дай мне интервью. Я в морг. Все снял. Давай стэмбай запишем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, папа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так. Вы весь материал получите в среду. Да. Абсолютно. Да. Люба, вы меня помните? Да. Вы так и не позвонили. Я узнал ваш телефон у следователя, звонил вам, вы не отвечали. Мне сказали, что вы уехали. А вы что? Вы следите за мной, что ли? Нет, что вы. Здесь кое-что произошло недалеко. Я снимал репортаж, потом иду, смотрю, вы сидите. Я вам позвоню обязательно. Простите, мне надо идти. Подождите. Простите. Скажите, а вы, может быть, хотите позавтракать? Чем вы теперь занимаетесь? Уже вышли на работу? Да. Только это другая работа. Я… Ну, вы, наверное, знаете, я детский психолог. Угу. А работать с детьми сейчас мне непросто. Я работаю в службе психологической помощи. Стараюсь людям по телефону помогать. Угу. 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 Что с вами? Простите. Показалось. Может быть, все-таки вам еще рано работать? Спасибо. Спасибо. Поезжайте куда-нибудь, отдохните. А хотите, сходим куда-нибудь с вами вечером? Что вы больше любите? Театр или кино? Нет. Не получится никуда сходить. Я по вечерам работаю. И потом, для меня работа сейчас — это самое лучшее отвлечение. А вы чем занимаетесь? Раньше работал в следственных органах. Теперь занимаюсь журналистикой. Снимаю репортажи на криминальные темы. Алло, слушаю вас. Говорите, я вас слушаю. Алло. 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 Ошиблись, наверное. Знаете что, Саша, вы меня простите, но я совсем не голодна. И сходить у нас с вами никуда не получится. Мне домой нужно. Спасибо. Алло. 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 Люба, вам нельзя возвращаться домой. Человек, который за вами приходил, может прийти еще раз. Вы за меня не беспокойтесь. Я его не боюсь, в этом смысле я свободна. Подождите. Не идите туда. Подумайте о своем ребенке. Я вещи соберу и уйду. Не волнуйтесь. Вам есть куда идти? Да, есть. Я на работе переночую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Странная ты, смелая. На Леночку, похоже, медсестру из госпиталя в Кандагаре. Любил я ее, только шансов у нее не было. На меня она подорвалась. А тебе я шанс дам. Должен меня кто-то остановить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК На, держи. Держи. Видно, судьба у меня такая. Людей казнить. Саня, у тебя прям хобби — попадать в неприятности. Ну, ты же процедуру знаешь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что, как вы? Все в порядке со мной. Все, все в порядке. Спасибо. Слава Богу. Я же предупреждал вас. Все это очень серьезно и лучше уехать из города. Что вы собираетесь делать дальше? Дальше? Работать. Вы мне скажите, вы узнали, кто этот человек, кто его нанял? Вы хотите, чтобы я спросил у мертвого киллера, кто его нанял? Вот Подгорнов его застрелил, сам пусть и спрашивает. Хорошее интервью может получиться. Я просто хочу, чтобы вы нашли убийц Максима. И чтобы вы, чтобы вы их наказали. Вы понимаете это? Послушайте, Любовь Евгеньевна, виновность преступника в суде подтверждает уликами. Понимаете? И мы работаем. Спасибо. Поверьте, мы делаем все, что в ваших интересах. И в ваших же интересах поговорить с Подгорновым, чтобы он не вмешивался в это дело. Он не объективен. А ты объективен? Да, я объективен. Да поймите же вы, наконец, правосудие — это система, машина. Найти убийцу вашего друга еще не значит его покарать. Этого мало. В нашей системе нужно его еще осудить. А вот с этим у нас бывают проблемы. Большие проблемы. Как вы узнали, что этот человек придет сегодня ко мне? Я не знал. Я просто подумал, что вам нужна компания, и решил вернуться. Ну все. Служба психологической помощи. Слушай. Ханство. Ругань, крики, насилие. Ночью молодежь под окнами беснуется, а днем соседи ремонтируются. А вчера парня в соседнем доме зарезали. А я хочу покоя. Покоя, понятно? Она всегда была такой, даже когда мы были детьми. Даже когда умерли наши родители. Даже когда я отдавал ей все, что у меня было. Я терпел годами, но силы кончаются. Терпеть это, это не свобода. Может быть и хорошо, что сил больше нет. Почему все стало таким сложным? Я спрашиваю себя. Вот как я жил все эти годы. Чем старше я становлюсь, тем больше вопросов. Я боюсь многого. Смысл есть. Он меня использовал и выбросил. Как куклу. Использовал и выбросил. Никого нельзя выбросить. Может быть пришло время заняться собой? Деточка, вот ты умная, образованная. Скажи, как мне быть? У меня внучок шестилетий в интернате. А у них там трудовик лютый, как зверь. Фамилия Попков. Попков. Полюбовник заведующий. Он их и бьет, и измывается всяко. Я уж в рано писала. Да только ж заведующий его от всего-то и отмажет. Боюсь я, дочка. Боюсь. Да только ты меня не сдавай, дочка. А то как бы они Миши ничего не сделали. А у меня, кроме него, никого. Да с инвалидностью-то взять его не могу. А ну-ка, стой. Перемотай, где он пулю вытаскивает. Да. Что? Видишь ли, Леша, я два раза видел, как криминалист Гнелицкий так поднимает брови. Первый раз, когда познакомился со своей Танькой, она к нему на практику приходила. Второй, когда обнаружил ДНК саратовского маньяка. А вот сейчас третий раз. Знаешь что, ты давай монтируй, а я подъеду попозже. Привет. Привет. Яблочко хочешь? Нет. Спасибо. Инна, скажи, а ты, ты давно здесь работаешь? Я шесть лет. Ох, почему так долго? Тут вот какая штука. Понимаешь, здесь мир с изнанки видишь. Мир вроде тот же, только твоя картинка поменялась. Я вот пока не просекла, никак не могла себе в толк взять. Ну вот, есть же суд, так? Есть обвинение, есть преступник. А я кто? Что я делаю в этой ситуации? Ну вот, казалось бы, все очень просто. Взял автомат, всех плохих расстрелял и все. Что? Извини. Алло. Центр психологической помощи. Я вас слушаю. Привет. Сань, ты что хочешь меня увидеть рядом с ними, что ли, да? Я вижу, что снова в деле. Да патологоанатом уволили. И пока ищут замену, я, так сказать, вернулся к своим истокам. Вот. Алкогольный цирроз. Прям как из учебника. Я не за этими тайными следствия. А зачем? Ты мне лучше расскажи про пулю, которую ты в стене вытащил. А что с ней? Слушай, гниль. Не ломайся как девушка. Ну, это другое дело. Кстати, у меня еще три пули. Гнилицкий. Что? Потом. Ладно. Я, конечно, не специалист, но создается впечатление, что какой-то дедушка решил убрать из района всех пьяниц. Ну, или еще какой-нибудь антиквар. Да. Можешь нас с Танечкой поздравить. Дочка наша на стосях. Поэтому ждем внука. Поздравляю, поздравляю. Только говори беременная, благозвучнее, что там. А что там? Понимаешь, Саня, сущность — это исторический артефакт. В смысле? В прямом смысле. Пуля из нагана. Характерная она очень. Смотри, свинцовая, оболочка медная, но гильза латунная. Наган образца 1895-го года. Ты представляешь, откуда он к нам пришел? Ну, мощная, Саня, штука. Из тридцати метров три сосновые доски в два с половиной сантиметра насквозь пробивает. Боже мой. Как же я забыл. В управлении-то шумят. Ух, шумят. Разрешите поздравить вас с удачной охотой на киллера. Может, к нам вернешься, а, Санечка? А ты знаешь идея. Пойдешь ко мне в напарники. Так, все, забыли? Не дай Бог. Я так и думал. Не закусывай печенью. Остряк. Выходим. Кто так паркуется, Борисович? Выедешь. Простите, а в Орловцев, Иван Борисович? Участковый. Я к вам вот по какому вопросу. Вы журналисты. Из криминальной хроники. Верно. Я вас узнал. Может, помочь? Можем. Можно. Я, знаете ли, здесь производил закупку канцелярских принадлежностей. Пройдемте. Знаете ли, работа сейчас. Все пишем, пишем. Отчеты, протоколы. Скажите, а вы машину не закрываете? Кто ж ее украдет? Мы ж полиция. Пройдемте. А вы ко мне по какому вопросу? Интервью будете брать? Ну, можно и так сказать. А. Стрельников? Да. Ко мне здесь телевидение, так что машину закрой, понял? Есть. Пройдемте. Вот, пожалуйста. Ну, что вам сказать. Вы записываете, да? Да нет, я так запомню. А, ну, хорошо. Ну, что? Они оба были проблемными. У каждого по две судимости. За разбой, изнасилование. Один потихонечку спивался, а у второго каждый день дебоши. Извините, пожалуйста. Участковый Орловцы слушает. Мам, я… Мам, да, я покушал. Да-да, вкусно. Я не могу сейчас говорить. У меня, у меня телевидение. Все. Все, я тебе тоже. Мама. Мама. Так на чем остановился? Дебоши. А, да, дебоши. Ну что, у него жена беременная, дочь, правда, не его, а от жены первого брака. Отчим избивал мать, девочка вызывала нас, а мать боялась давать показания. А недавно он ей ну сломал. А еще у меня закрылись такие подозрения, что отчим к девочке, ну, как бы это сказать, ну, испытывал нездоровое влечение, ну, вы понимаете. Изнасилование? Угу. Так что жалеть о них вряд ли кто-то будет. Чайку? Нет, спасибо. А что девочка? Раз у вас раньше закрадывались подозрения. Ну, а что? Ну, подозрения подозрениями, а нет заявления — нет дела. Перевезена. Мы ее в Феникс направили. Феникс? Угу. Это для подростков? Да, центр для подростков. Туда из всего Котоменска едут. А вы передачу будете делать? Да. Только надо кое в чем разобраться. Разберемся. Не нравится мне этот рыжий. Стремный какой-то. И глаза все время туда-сюда. Да торчок он. Вот на измене у него глаза постоянно туда-сюда. О! Нюхач-трюкач. Что, принес? Да. Тут это, и долги, и остальное. Присаживайся. Давай-давай-давай. Давай. Сегодня берешь последнюю партию. Следующая партия только через неделю. Но тебе хватит. Пока сбросишь это, он неделя пролетит. Ого! Бери. Ты чего такой бледный? Рыжий. Я ночью синьки перебрал. Мутит. Мутит. Ну, ты береги здоровье. В здоровом теле. Здоровый дух. Ну, я пойду. Иди. Давай-давай-давай. Стоять! Ничего не трогаем! Вернись! Тихо-тихо-тихо-тихо! Давай-давай-давай-давай! Сюда его давай! Вечер за мешочкой загорает. А солнце тает словно в горю. Пошел-пошел-пошел! Тихо-пошел! Набивает на отцовских нарах паренек! Давай-давай, машину! Пошел! Пошел! Да? Девчонка, а кто из вас Настя Голубина? Я ничего не знаю. Значит, ты Настя? Скажи, а ты знаешь Любовь Аркадьевну Кленскую? Она у вас работала. Я ничего не знаю. Скажи, пожалуйста, ты видела ее четырнадцатого числа вечером? Ничего она не видела и не знает! Здравствуйте. Ищете кого? Вы родитель? Нет, я журналист. Просто хотел Насте пару вопросов задать. Девочки, подождите на улице. Послушайте, мы пытаемся восстановить психику этих детей. И я никому не позволю разнюхивать здесь. Я ничего не разнюхиваю. Я просто хотел… Вы не поняли. Неважно, чего хотите вы. Понял. Извините. Да, у моей подруги тоже были такие. Настенька! Настя! Что? Пойдем со мной в кабинет. Что? Что? О, это было бы круто. Я считаю, чтобы они по тебе очень понравились. Приготовились на выход. По одному руке за спину. В общем так, звонили из лаборатории. Результаты по порошку уже готовы. С минуты на минуту поднесут. Отлично. Судя по весу того, что у них изъяли, им светит лет восемь, не меньше. Ну, будем надеяться. Давайте. Любовь Евгеньевна, сейчас вы увидите людей. Посмотрите на них внимательно. Если вы кого-нибудь из них узнаете, скажите где и при каких обстоятельствах, вы их видите. Что здесь происходит? Кто учинил этот произвол? Как ваша фамилия? Не надо, я знаю. Что это за женщина? Я вас где-то видел. Кто вы? И что вы здесь делаете? Идите работать, а не болтайтесь без дела. Следователь Русаковский, кто вы и кто вас сюда пустил? Я адвокат. Борис Левинсон. Пора бы запомнить. А вы незаконно задержали моего клиента. А где результаты экспертизы? Покажите мне их. Я требую, дайте мне результаты экспертизы. И мобильный телефон держите при себе. Одну минуточку. Минуточку. Вам таки будет сейчас звонить прокурор. Одну минуточку. Проходите, пожалуйста. Борис Моисей. Моисеевич. Вы нам мешаете. У нас сейчас будет происходить опознание по делу. По какому делу? Где дело? Покажите мне дело и результаты экспертизы. Я… Секундочку, секундочку. Я сказал, сел в машину и дергал отсюда. Я сказал, сел в машину и дергал отсюда. Секундочку. Покажите, я не знаю, что это… Секундочку. Ну, спасибо. Подожди, дергал отсюда. Секундочку. 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 Подожди, сел в машину и дергал, сел в машину. Не торопитесь. Постарайтесь вспомнить. Какой стиральный порошок? Какой стиральный? Вы с меня смеетесь? У вас будут огромные неприятности. Вот поверьте мне! Я требую немедленно прекратить этот произвол! И уберите эту женщину! Ну, узнали? Да. Так точно. Конечно. Нет. Я вас понял. Отпустить немедленно. Нет. Ну, вы такое видели, а? У вас что? Работают одни идиоты? Да ладно. Молчите. Это гениально! Поначалу мне показалось, что эта курица все испортила, но оказалось, что она просто слепая. Павел Борисович в ресторан. Продолжье следует... ...могу оформить, чтобы граждан он был виноват. Иха! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отпустите меня, пожалуйста, ребята! Не убивайте меня, пожалуйста! Ну, отпустите меня! У меня ребенок маленький дома! Да, пожалуйста, пожалуйста, не убивайте меня! Ребята, попрошу, пожалуйста! Как же я тебя отпущу? Ты в ментовку пойдешь! Я не пойду, я не пойду! Молчи, тварь! Глотку перележу, молчи! Хороша была, кобылка! Давай, кончай ее серой, валим отсюда! Отпусти ее! Ты что, заблудилась? Отпусти, или я стреляю, понятно? Ты что? Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо! Все! Все! Плетку брось! Плетку брось! Фома, ты где лазишь, интим вам не порчу! Допрыгался, герой! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Мя-ха! Чёрт! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 комплекса «Стингер», но опять стреляли из нагана. Вов, ну хоть ты скажи пару слов. Никаких интервью. Ну что, я поехал? Да, давай. Материал сразу в монтажку отдашь. Сделаем. Ну что, как видишь, ни на одном фанайло, ни длинном свет сошелся. У нас теперь еще и народный мститель обьявился. Пацаны, пацаны, шокер, шокер, шокер! Гулянич, стой! Скажите, вы не знаете, где Попков? В мастерской. Стой, Гулянич! Раз, два, три, сначала еще два. Раз, и два, и раз, и два, и две. Сиди! Работай, работай! Давай, давай, работай, стыку надо! Стой! Работай! Мамка не поможет! Шлепки малолетние! Вон, судово пошли. Стоять! Ведро вынесли за собой. Ага. Еще раз, пиве теплое принесите бошки по отрываю, ясно? Ясно. Э, цыка, цыка, наверное, а? Да. Попков? Ты кто такая? Здорово. Помнишь меня? Нет. Да. Закурить есть? Есть? Ну, дай, че ты. А че у тебя зубами? А че у меня зубами? Рот открой. А ты че, стоматолог, что ли? Может, ты стоматолог. Открой рот. А глазки прикрой. Дернешься и бошки нет, прикинь? Любишь детей воспитывать, да? Слушай меня внимательно, ты, ублюдок. Еще раз, ты разденешь свою поганую пасть на какого-нибудь ребенка или пальцем дотронешься. Я тебе бошку прострелю. Ты даже ахнуть не успеешь, и тебя уже нет. Вопросы есть? А знаешь что? Я тебя сейчас застрелю. Ты был плохим учителем труда Бобкова. Барабан через один зарежен. Повторяю еще раз. Если какой-нибудь ребенок на тебя пожалуется, я тебе бошку отстрелю. Сыком. Но если я узнаю, что ты развязал свой поганый язык, ну вот и хорошо. Вот и договорились. Молодец. Мама! Да. Люба, это Саша. Мы могли бы с вами встретиться. Саша. Послушайте, вы мне помогли, я вам очень благодарна, спасибо. Встречаться нам не надо. У меня есть для вас очень важная информация. Это по поводу убийства. Хорошо. Хорошо, конечная двадцать четверки около ТЭЦ, знаете? Хорошо, я сейчас туда подъеду. Через полчаса давайте. Договорились. А вообще мы с тобой как Бонни и Клайд. Давай с тобой в Голливуд снимать со мной кино будешь. Лочишь? Жизнь как басня. Ценится не за длину, а за содержание. Когда следующая партия? Скоро подвезут. Здорово, папка. Может, выпьешь, покуришь с нами? Угощайся. Геннадий Алексеевич. Значит так, сейчас снимаемся и валим из города. А чё за кипиш? Тёлка нас не опознала, я её так прорубил на трассе, что у неё вообще память напрочь отшибла. Девушка, вы не могли бы нас оставить? Конечно. Ань, пойдём. То, что тёлка вас не опознала, ещё ничего не значит. Вас менты пасут. Так что сегодня валите из города, это не обсуждается. Тут ещё стрелок какой-то появился. Говорят, бывший спецназ из таких, как вы, пачками валят. Стреляют почему-то из революционного нагана. Так что сегодня, организованно, собираем чемоданчики и выезжаем в пионерский лагерь. Знаете, как их, каникулы. А чё, красные галстуки там, барабаны выдашь? Какой же ты кретин. Хорошо, что мать не дожила до этого момента. Ладно, прости. Так что за лагерь-то? Лагерь мой, купил за копейки. Нужно базу устроить, будем там товар хранить. Час на сборы. Сегодня выдвигайтесь. Отсидитесь там, пока я здесь всё уложу. Молодёжь. Вылетай, Капоне. Да. Не всегда будет лето. Снова Голливуд отменяется. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне звонил ваш следователь, Михаил Русаковский. И сказал, что вы были на опознании и что вы… Я этих людей не знаю. Но это ведь не так. Это не ваше дело, ясно? Послушайте, Люба. Этот парень — сын человека по фамилии Фанайлов. Это наш меценат, будущий депутат. Но всё это — ширма. На нём заказные убийства, рейдерские атаки, махинации с жильём. Вот, подпольные бордели. Он, кстати, в них сам не брезгует ходить. А уж про наркоту я вообще молчу. Какое отношение это всё имеет ко мне? Тот человек на дороге был свидетелем. А вы просто с Максом оказались не в то время, не в том месте. Да, мы оказались не в то время, не в том месте. Ладно, мне надо идти, у меня ещё есть дела. До свидания. Люба, если вы что-то задумали, не делайте этого. Очень прошу вас! Я же говорил. Береги здоровье. Это ты. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Помогите! Молчание — лучший друг, который никогда не предаст. Это было меня! Забирай! Помоги! Жить хочу! Хорошо. Чисто. А со стиральным порошком? Так вообще. Ты как твой отец. Реальный мозг. Ирия, я elimination Foundation или к jelly? А-а-а-ла! Да-а-а-а! Бабаааа! Бабааа! Мамааа – Доверь иди! Хорооо! Спасибо имя! КОНЕЦ И снова в нашем городе прозвучали выстрелы. И снова убиты те, кто нарушал наш покой и погружал наш город в страну. А я тебе говорю, Мира, не выдержал кто-то и сам стал гадов отстреливать. Кто этот человек, который вершит правосудие? Мало нам бандитов. Как теперь еще и народ стал наружаться. А мы продолжаем наш выпуск. Стыдышный народ, кто-то из военных, у кого в семье есть Наган. Здрасте. Ой, здравствуй. Проходи, проходи. Да я вот починил. Берите. Ой, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Слышал про партизанов в новостях? С Наганом. Это не ты, Федя? Да. Куда уж гнеть. Я ведь все время здесь торчу, а Наганом в городе стреляет. Да. Ну, бывайте. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА